очень краткое содержание сказки поп и балда александра сергеевича пушкина если в двух словах то поп и балда это русская народная сказка записанная пушкиным со слов своей любимой нянюшки арины родионовны эта история о смекалистом работники балде и о жадном попе получившим по заслугам за свою скупость а теперь немного подробнее действие сказки происходит в давние времена в россии по всей видимости пушкин описывает время в котором он жил и творил то есть в первую половину 19 века поп с балдой повстречался на базаре и поведал ему что очень нуждается в сноровистом работники которые бы совмещал обязанности плотника конюха и повара да еще и за низкую плату недолго думая балда предложил папу свои услуги пожелав весьма необычную плату за свои старания в год три щелчка папу полбу жадный поп тут же согласился на эти условия балда оказался на редкость трудолюбивым и добросовестным работником попадя не могла нарадоваться новому помощнику да и молоденькой поповни он приглянулся даже для маленького папенка балда находил время нянчился с ним кормил играл и вскоре стал ему как родной малыш даже тяти его называл всем был по душе балда но только не папу который все чаще задумывался о предстоящей платье мысль о том что простой работник будет щелкать его по лбу не давала ему покоя поп поделился своими переживаниями с попадьей это будучи хитрой женщиной предложила задать балде такую сложную службу чтобы он не смог с ней справиться поп обрадовался что можно избавиться от унизительных щелчков по лбу и приказал балде забрать у чертей оброк который они ему задолжали за три года работник согласился и отправился к морю усевшись на берегу он забросил воду один конец веревки а второй оставил держать в руках вскоре из моря появился старый бес который поинтересовался что же балда делает тот и ответил что решил все бесовское племя извести поверил ему старый бес и пообещал откупиться оброком а тем временем послал на берег молодого энергичного бесенка сразиться с балдой бесенок предложил работнику спор кто первый пробежит вокруг моря тот и выиграл если победителем окажется балда отдадут ему черти обещанный оброк а если нет уйдет он домой ни с чем балда оказался хитрее бесов и те были вынуждены отдать ему оброк вернулся работник домой поп испугался стал прятаться за по падью но ему не суждено было избежать расплаты и балда все же отвесил папу 3 мощных щелчка по лбу от которых тот лишился рассудка если вам понравилось видео то ставьте лайк и подписывайтесь на канал а еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео